Смотрите сегодня в выпуске о более 200 новых рабочих мест. Правительство Российской Федерации расширило границы территории, опережающего социально-экономического развития Саров. У СВВ или усыпления регионы теперь сами решают, как контролировать популяции бездомных животных. В молодежную палату смогут попасть самовыдвиженцы. Такое решение приняли депутаты на заседании Городской думы. Подробности далее. Как бороться с бездомными животными региональные власти теперь будут решать самостоятельно. Такой закон подписал президент Владимир Путин. Зоозащитники опасаются, что собак и кошек начнут просто усыплять. А новости из Бурятии только укрепили их волнение. Глава Бурятии Алексей Цыденов заявил ведомостям, что выступает за усыпление бродячих собак. Поскольку это гуманнее, чем держать их в вольере всю жизнь, пояснила глава Бурятии. Если это так, то первая ласточка, она не очень хорошая, она ведет к русскому обществу. Потому что лично мое мнение, никакое гуманное или любое другое усыпление, хотя я не понимаю, что такое гуманное усыпление, как вот лучше усыпить, вот, да, вот, расстрелять, или на стуле электрическом, вот, что из них гуманнее. И то же самое относится к бездомным животным. В зооволонтеры опасаются, что программа усыпления бездомных животных сделает ситуацию только хуже. По их словам, в 90-е в России уже пробовали решить вопрос с бездомными животными таким способом. И тогда подобный подход только усугубил проблему. Истребить всех безнадзорных животных объективно невозможно. А любые активные попытки это сделать могут привести только к резкому росту популяции, считает Дмитрий Авдеев. Моя позиция, что усыпление не поможет как способ борьбы с популяцией бездомных животных. Здесь в первую очередь несколько факторов. Первое – это наличие кормовой базы. И второе – это пополнение популяции из квартир нерадивых, так скажем, разводчиков, вот этих вот животных. Если кормовая база позволяет, то они будут пополнять популяцию, и это превратится в конвейер. Сейчас по всей России действует программа ОСВВ – отлов, стерилизация, вакцинация, возврат на привычное место обитания. Каждое животное, которое прошло через эту программу, снабжают специальной желтой биркой, чтобы оно выделялось среди сородичей на улице. Это самый распространенный в мире способ контроля популяции бродячих животных. Кроме того, он помогает бороться с эпидемией беженства. Вот показатель. За буквально 10 лет, пока программа реализуется со страданием НМ, популяция бездомных животных Нижнего Новгорода уменьшилась на порядок. Кто не знаком с арифметикой, на порядок это значит в 10 раз. Вот показатель. Точно так же они реализуют программу бесплатной стерилизации для бродячих животных, для социальных слоев населения. Анна Пилипец, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24. Территория опережающего развития – это часть территории области, на которой действуют особые условия и льготы для инвесторов, реализующих свои проекты. Территорию опережающего развития создали в Сарове в 2017 году, но тогда задумку не удалось воплотить в полной мере. В этом году компания «Атомтор» совместно с администрацией, ядерным центром, федеральными и региональными органами власти перезапускают проект. Правительство Российской Федерации подписало постановление о расширении границ территории опережающего развития Саров. Мы убираем оттуда ряд участков, которые были включены в 2017 году, но они оказались неинтересны инвесторам. Смысла в них нет, поэтому мы их убираем и добавляем новые территории, на которые есть конкретные инвесторы, которые конкретно сказали, что нам нужны вот эти участки. Здесь это уже индивидуальный подход к инвестору, еще на стадии планирования реализации этого проекта. Впервые для инвесторов будут доступны участки на открытых территориях за пределами Колючки, которые присоединили к Сарову. С резидентами ТОР сотрудничает и Технопарк. Расширение границ ТОР позволит реализовать 7 инвестиционных проектов с вложением почти в 2 миллиарда рублей. Это проекты текущих резидентов, это Бетонек и Кондитор. И это будет 5 новых проектов. Это производство запорной арматуры для нефтепроводов и производство запорной арматуры для атомных станций. Это производственная линия по производству молока, молочной продукции. И будет завод по производству зерновых напитков. Также планируется строительство медицинского центра. На новых предприятиях появится более 200 рабочих мест. Продукцию будут реализовывать по всей стране. В законодательном собрании Нижегородской области по инициативе Саровской городской думы приняли законопроект о пониженных налоговых ставках для резидентов ТОР. Для них ставка по доходам будет 1%, а доходы минус расходы 5%. Нам нужно будет работать с предпринимательским сообществом, чтобы они активно заходили на эти площадки, учитывая вот эту льготу на упрощенную систему налогообложения. Потому что оборот по этой системе предприятий до 200 миллионов рублей в год, что довольно солидные суммы. И мы приглашаем предпринимательское сообщество осваивать эти площадки с новыми проектами. Площадь территории, опережающего развитие Саров, увеличили почти в два раза – до 76 гектаров. Светлана Юрунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Осенью обновят состав молодежной палаты. На протяжении двух лет ее члены принимали участие в заседаниях комитетов Гордумы, рабочих группах по различным темам, а также проводили семинары и конкурс молодежных проектов. Напомним, палату при городской думе Сарова образовали в 2021 году. В нее вошли 15 активных саровчан от общественных объединений, профсоюзных организаций, учебных заведений и других городских организаций. И если раньше претендовать на место в палате могли только представители организации, то теперь дорога открыта и для самовыдвиженцев. Тем самым мы открываем такую возможность ребятам, которые, может быть, занимаются предпринимательской деятельностью или не работают, учатся, но не состоят в формальных общественных объединениях, не являются членами трудовых коллективов. Или, например, трудовой коллектив уже дал свою кандидатуру. Самовыдвиженец должен будет собрать подписи саровчан, которые поддерживают его кандидатуру в составе палаты. Еще одно нововведение при отпоре кандидатов – возможность представлять свои социальные проекты, которые они хотели бы реализовать, как члены молодежной палаты. Ранняя процедура включала два этапа – подачу документов в аппарат Думы и собеседование. Мы эти изменения рассмотрели на рабочей группе и договорились, что вполне себе предложения разумные, и мы рекомендовали их на комитет, на совместном заседании комитета рассмотрели данный проект решения и вынесли его на заседание Думы. Поправки в положение о работе палаты Дума приняла. Еще один вопрос в повестке заседания касался проведения массовых культурно-просветительских, театрально-зрелищных, спортивных, рекламных мероприятий на территории Сарова. Согласно новым требованиям во время некоммерческих мероприятий, выполняющих патриотическо-воспитательные функции, запрещено выпускать в небо гелиевые шары, небесные фонарики и иные летательные объекты. Также участникам запрещено передвигаться в местах проведения этих мероприятий на самокатах и других средствах индивидуальной мобильности. Ответственность за заблюдение правил лежит на организаторах. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Месяц назад добровольцы творческого объединения своим съездили в военный госпиталь в Мулино. Сравчане познакомились с ранеными бойцами и медицинским персоналом. Привезли для госпиталя самые простые, но необходимые продукты, предметы личной гигиены, воду. На сбор активно откликнулись горожане и предприниматели. Объединение своим постоянно держит связь с госпиталем и откликается на нужды. Сейчас волонтеры снова готовятся отправиться туда с гуманитарной помощью. Сейчас привозят 100 выполнений, 100 бойцов раненых. Некоторые тяжелые, некоторые только лежачие. И мы предложили свою помощь, и она сказала, мы не откажемся. Ребятам нужно все. И вкусняшки, и продукты, и внимание, и письма. Им тоже нужно и поговорить. В основном, наверное, скорее всего, даже просто с ними побеседовать. Раненые бойцы поступают в госпиталь без вещей. Из одежды у них только то, в чем их забрали с передовой. Поэтому необходимо нижнее белье, носки, тапочки, штаны, футболки, майки, гигиенические принадлежности, чай, кофе, сладости. Гуманитарную помощь можно принести в Центр милосердия по адресу улица Пушкина, 24А, второй этаж, по 26 июля. Объединение своим регулярно помогает бойцам СВО, собирает посылки и саровским добровольцам. Тем временем в швейной мастерской также кипит работа. Теперь волонтеры осваивают новое оборудование – 3D-принтер. Мы сейчас начали печатать нефапамницы. Это вот такая вот интересная штучка, которая защищает от повреждения лекарства. И здесь оно открывается. Нефапам находится у нас вот тут. Соответственно, вытаскивается. То есть он в надежной коробочке защищен от повреждений. С помощью 3D-принтера уже сделали 90 нефапамниц для тактических аптечек. Такие футляры удобно брать с собой в карман или сумку, без боязни повредить упаковку. Объединение планирует сделать такие же футляры и для ампул. Помогают в этом деле ребята из профтехучилища. В сезон отпусков в швейной мастерской не хватает рук. Поэтому всех, кто желает помочь фронту, творческое объединение своим, ждет с 16 до 20 часов по будням и с 9 до 12 в субботу. Ваша помощь нужна, даже если вы не умеете шить. Также объединению можно помочь материально. По всем вопросам обращайтесь по телефону 8 952 475 95 70. Гуманитарную помощь саровским добровольцам собирает и Городская дума Сарова. Присоединиться к сбору просто. Можно перечислить любую сумму в фонд социального развития. Реквизиты можно найти на сайте думадефиссаров.ру. Также можно сделать перевод через систему быстрых платежей, осканировав QR-код на экране. В период сильных дождей уровень воды в реке Сатис значительно превысил норму. В воде оказалась и лодочная станция, которая претерпела два потопа. В один из выходных подтопила пирсы. Вода хлынула даже в будку для вейкбординга. В субботу 15 июля, когда пирсы затопило еще больше, сотрудники станции позвонили в 112. Только после этого уровень воды пришел в норму. По мнению Петра Цоя, проблема заключается в том, что подрядная организация не отремонтировала заслонку на гидротехническом сооружении. Наше мнение, что организация, которая выполняет подряд на регулирование уровня воды, она делает это недостаточно добросовестно. Город недостаточно внимания уделяет этому вопросу. И вот эти вещи, которые произошли, подтопление, мы сейчас не считаем материальный ущерб, это все вторично. Первично это вот наконец-то поднять этот вопрос до какого-то должного уровня внимания со стороны общественности и со стороны городской администрации. Нижний предельный уровень в реке Сатис – 2,8 метра. В период сильных дождей за одни сутки уровень поднялся до отметки 3,4 метра. Специалисты городского лесничества ИГО и ЧАЭС объяснили, что такое половодие произошло впервые за 25 лет. В этой ситуации департамент городского хозяйства старался обеспечить такие уровни воды, чтобы не затопить СНТ Гагарина. Нам нужно было контролировать, чтобы не подтопить садоводческое товариство Гагарина. То есть в нижнем уровне мы должны плотину поддерживать не выше полтора метра. На сегодня уровень воды в реке Сатис поддерживается на уровне 3 метра, несмотря на то, что нижний предельный уровень – 2,8. Ну и полтора мы держим на нижнем биефе. На прошлой неделе подрядная организация провела ремонт аварийных шендоров, чтобы основной шендор не пропускал течь. Специалисты поменяли изгнившую древесину на старых затворах и установили новые конструкции. Дальнейшие работы предусматривают собой. Значит, мы должны опять выдать аварийные шендоры, нам будут необходимы спасатели. После этого мы их поменяем местами, поставим обратно и будем производить ремонт уже основного затвора. Все работы закончат в течение месяца. Светлана Ярунова, Сергей Рябов, Служба новостей Саров, 24. Звонок на домашний телефон. На другом конце провода женский голос плачет и просит о помощи. Если трубку берет взрослый, представляется дочерью, если ребенок – мамой. А голос другой, потому что губу разбила, попала в ДТП срочно нужные деньги. Такие звонки старые, но, как показывает практика, все еще действенная схема мошенничества. С начала года в Сарове зафиксировали 22 таких случая обмана. Просят, как правило, 800 тысяч рублей. Затем сумму сбивают до той, которая есть у жертвы на руках. Недавно в цепки лапы аферистов попал ребенок. Девочка, 9 лет, находилась дома, был осуществлен звонок, представилась мамой, сказала, что попала в ДТП. Женщина, которая уходила от столкновения, страдала в ДТП, необходимы денежные средства на лечение. Пояснила, что сама также мама находится в больнице, необходимы денежные средства. Все, которые находятся дома, девочка собрала 70 тысяч рублей. Соответственно, вещи, предметы личной гигиены. Деньги девочка передала курьеру, саровчанину, который помогал мошенникам. Сами злоумышленники, как правило, находятся на территории другого государства. А вот помогают им забрать улов уже жители города. В соцсетях вербуют так называемых курьеров. Людей, которые за определенный процент от суммы будут переводить добытые обманом деньги на указанный счет. С начала мая в Сарове сотрудники полиции задержали 10 курьеров. Которые успели совершить 26 преступлений. Буквально только вчера сотрудник Лонородского задержан жителей нашего города. 2004 года рождения. Студент первого курса вуза, который вчера только за день совершил три преступления. Совместно с мошенниками. Общая сумма ущерба составила 70 тысяч, 230 тысяч и 240 тысяч рублей. Статистика по мошенничеству в нашем городе выросла в два раза. Если в прошлом году за первые шесть месяцев зафиксировали 59 случаев, то в этом уже 120. В общей сложности за шесть месяцев саровчане перевели аферистам 31 миллион 590 тысяч рублей. По-прежнему самым распространенным способом обмана остаются телефонные звонки от представителей банковских служб. За шесть месяцев зафиксировали 40 таких преступлений. Как показывает статистика, жертвовым преступлением становятся люди различных социальных групп, профессий и возрастов. По результатам анализа самоуязвимой категории по-прежнему являются граждане пожилого возраста. Их доля в общем количестве составила 51%. А по возрасту от 60 до 74 лет 31% и свыше 75 лет 20%. То есть, сами понимаете, в основной части это жители нашего города, которым за 60. Жертвами аферистов становятся и жители среднего возраста 30%. Обманывают и молодых людей. Их доля в статистике составила 19%. Большинство потерпевших по социальной категории пенсионеры. 26% работники градообразующего предприятия. Очень много преступлений совершено, но тем не менее, очень много преступлений нам удается пресечь. Так, за текущий период этого года жители 270 раз к нам обращались в дежурную часть управления и сообщали, что им поступают какие-то странные звонки. Представляется сотрудниками различных банков, сотрудниками правоохранительных органов. Сообщить о подозрительном звонке можно по номерам 02-605-22 и 605-04. Среди самых частых аварий в Сарове сотрудники ГАИ назвали столкновение транспортных средств и наезд на пешеходов. С начала года зафиксировали 8 и 11 таких случаев соответственно. К основным причинам дорожно-транспортных происшествий дорожные полицейские относят превышение скорости, нарушение требований дорожных знаков, игнорирование сигналов светофора. Состояние безопасного движения по итогам 6 месяцев 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года характеризуется снижением количества дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали люди. То есть на данный промежуток времени за 6 месяцев зарегистрировано 29 таких ДТП. В прошлом году было 33. 37 в этих ДТП были зарегистрированы как ранены. Чтобы сократить число ДТП в городе и снизить тяжесть их последствий, сотрудники госавтоинспекции регулярно проводят рейдовые мероприятия. Всего за 6 месяцев на дороге с проверками и профилактическими беседами они выходили более 30 раз. В текущем году у нас уже было выявлено 112 нарушений, связанных с управлением транспортных средств водителям, которые находятся в состоянии опьянения, либо которые отказались от прохождения медицинского свидетельства. Таких водителей в этом году уже было зарегистрировано 112. В прошлом году было 110. Также большой рост составил выявление нарушений стороны водителя, которые управляют транспортным средством в состоянии опьянения повторно. В том году было 12 нарушений таких выявлено, в этом году уже 20. Тысячи людей ежегодно погибают в стране по вине пьяных водителей. С их участием связано каждое девятое ДТП и каждая четвертая смерть на дороге. Не оставайтесь в стороне от проблемы. Если вы стали свидетелем, как кто-то управляет транспортным средством в состоянии опьянения, сообщите об этом по телефону 112. Это поможет избежать беды и спасти чью-то жизнь. Спокойно звонить на номер 112. Эта информация передается в дежурную часть. И дежурная часть оперативно направляет сотрудников для выявления таких водителей на дороге. Также хочу дополнить сказанное то, что согласно постановлению правительства Нижегородской области, за данную информацию, если она подтвердится, гражданам положена компенсация денежная в размере 2000 рублей. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24. Подготовиться к различным чрезвычайным ситуациям. Получить актуальную информацию о возможных рисках и угрозах теперь можно с помощью обновленного мобильного приложения МЧС России. Разработчики добавили функцию быстрого вызова экстренных служб. Также пользователи могут получать пуш-сообщения с экстренной информацией. Приложение МЧС России поможет определить координаты местоположения, скопировать их и передать экстренным оперативным службам. В разделе «Приложение. Что делать?» можно найти краткие инструкции с последовательностью действий и правилами поведения в экстренной ситуации. Здесь есть голосовой помощник, который озвучивает текст статьи. Раздел «МЧС советуют» – это хранилище знания о безопасности. В нем можно найти информацию о том, как избежать ЧС или как заранее подготовиться к возможным действиям, как правильно пользоваться отопительными приборами, как избежать укуса змеи или клеща, или как правильно подобрать огнетушитель и многое другое. А в разделе «Проверь свои знания» собрали различные тесты на знания того, как действовать в чрезвычайной ситуации. Раздел «Оказание первой помощи» расскажет, как помочь пострадавшему при кровотечении, ожоге, травме, сердечном приступе и так далее. В карте рисков можно найти ежедневный оперативный прогноз о возможных угрозах и рисках природного и техногенного характера. В разделе «Проверь свою готовность» разработчики собрали актуальные чек-листы. Отметив соответствующие шаги, можно посмотреть общий процент своей готовности к чрезвычайным ситуациям. Приложение МЧС России для мобильных устройств на базе iOS и Android доступно для бесплатного скачивания в онлайн-магазинах Google Play, App Store и RuStore. Фотоаппарат «Зенит» руководитель музея военно-исторической миниатюры Вячеслав Лопашов купил в 1981 году в Иркуте. Тогда он стоил приличных денег – целых 100 рублей. В Сарове таких фотоаппаратов достать было нельзя. С этим «Зенитом» у Вячеслава Викторовича связан интересный случай. «Я фотографировал в тундре, уральские горы, хребты. И в один из прекрасных моментов я чувствую, что-то у меня на шее не хватает. А фотоаппарат, я его где-то оставил, в предыдущей стояночке в тундре. Долго бежал, нашел. Вот он здесь, этот фотоаппарат, он представлен, он живой, он работающий до сих пор. То есть все модели, кстати, действующие». В юности Вячеслав Лопашов посещал фотостудию при Доме пионеров. Там он научился правильно подбирать ракурс, красиво выставлять кадр. Позже работал в фотолаборатории цеха микроэлектроники на заводе в НЕВ. А самый первый фотоаппарат Вячеслава Викторовича – 72-кадровая чайка. Небольшая выставка фотоаппаратов в Музее военно-исторической миниатюры родилась спонтанно. За несколько лет у руководителя собралось несколько поколений различных фотоустройств прошлого столетия. «Потом у меня появился вот «Любитель», вот этот вот фотоаппарат «Любитель-2» он назывался. Он мне достался разбитый, и я его склеил резиновым клеем, кое-где приклеили к нему прокладочки. А когда я фотографировал, щели с боков заклеил пластилином. Ну, вы знаете, у него кадр был 6х6 см, и было всего 12 кадров у него всего в пленочке». На выставке представлены фотоаппараты «Москва-смена», первый стереофотоаппарат с двумя линзами, фэды с выдвигающимися и станционарными объективами, популярные мыльницы. С каждым экспонатом у Вячеслава Лопашова связана своя история. На стеллажах можно заметить и две дорожные кинокамеры 8 мм, кассеты, лампу для проявления, фоторамки. Выставку иллюстрируют черно-белые снимки из личного архива Вячеслава Лопашова, на которых запечатлены городские молодежные мероприятия советского времени. Экспозиция интерактивная. Фотоаппараты можно взять в руки, узнать, как ими раньше фотографировали и какие механизмы использовали. Коллекция пленочных фотоаппаратов 60-80-х годов представлена в Музее военно-исторической миниатюры по адресу улица Силкина, 10А, здание ОБЦ. Дворец детского творчества вовсю готовится к встрече детей в новом учебном году. Сейчас в здании ремонтируют кабинеты, проводят косметический ремонт, закупают оборудование, а педагоги проходят курсы повышения квалификации. Также со следующего учебного года юные саровчане от 5 до 18 лет смогут записаться в новые объединения. С 1 сентября свои двери вновь откроют фотостудия во главе с новым педагогом, который продолжит дело Андрея Синельщикова. Новый виток развития получит объединение шахматы. Пришел молодой, активный педагог, который готов работать с ребятами и с маленькими, и с ребятами постарше. Традиционно востребовано объединение английского языка. И в этом году у нас молодой педагог Калуцкая Лариса Александровна набирает ребят 3-4 классов. Уже второй год подряд ребят 9-11 классов ждут в объединении «Физика плюс», где педагог Дарья Фельченкова знакомят с миром физики через лабораторные работы и увлекательные эксперименты. Старшеклассников, которые хотят научиться программировать на языке питон, ждут в объединении «Кот юниор». Всего во Дворце детского творчества доступны более 40 программ дополнительного образования. Это и танцы, и вокал, и декоративно-прикладное творчество, и театральные объединения. То есть там, где у нас всегда желающих очень много. Запись в наше объединение уже идет с 1 июня 2023 года через портал «Навигатор дополнительного образования детей Нижегородской области». Его адрес – r52-навигатор.дети. Через портал можно подать заявку на то или иное направление. После этого в период с 23 по 25 августа необходимо прийти на День открытых дверей и заполнить заявление на зачисление в бумажном варианте. Информацию о том, в какой день и для каких объединений проводится День открытых дверей, можно будет посмотреть на сайте Дворца детского творчества или в группе ВКонтакте. Мы собираемся в актовом зале Дворца детского творчества. Директор Светлана Анатольевна Калипанова представляет краткие итоги работы нашего учреждения за прошедший учебный год. Перспективы – это все кратко, просто родители не пугаются. Перспективы развития на этот учебный год представляются объединения, которые в этот день ждут ребят и указывается, в каком кабинете ждет педагог, каких родителей. И уже родители после общего собрания расходятся по дворцу, ходят, смотрят, знакомятся с педагогами и уже выбирают, в какой кружок ребенок будет ходить. При наличии мест набор в объединение Дворца детского творчества проходит в течение всего учебного года. По интересующим вопросам обращайтесь по телефону 9-52-32 после 21 августа. Лето с пользой. Во время каникул в библиотеке Пушкина проходит множество детских познавательных мероприятий. Ребята читают вслух, занимаются творчеством, играют с библиотекарями, проходят квесты, а еще знакомятся с литературными и художественными шедеврами. Все лето до 1 сентября, каждый вторник, среду и четверг в 14.00 жители нашего города от мала до велика могут приходить на наши мероприятия. Ну а по четвергам в 14.00 одна из самых популярных у наших читателей программ – это творчество с книгой. Когда мы что-то читаем с ребятами и обязательно мастерим на эту тему. На мероприятии живописные истории, прогулка по Третьяковке ребята попробовали себя в роли музейных хранителей. Дети познакомились с самыми известными русскими картинами – «Богатыри», «Утро в сосновом лесу», «Московский дворик», «Опять двойка». Вместе с библиотекарями школьники обсуждали характер героев, придумывали продолжение сюжета произведения, заполняли паспорта. Автор картины – Василий Поленов. Насвание – «Московский дворик». Год написания – 1878. Где находится? Третьяковская галерея. Город Москва. Во время прогулки по Третьяковской галереи ребята знакомились с профессией актера. Им предстояло войти в образ персонажей картины, передать их настроение. Ребята надолго запомнят, как они примеряли костюмы животных, репетировали сценку. Школьники погружаются в мир искусства гораздо лучше, если они участвуют в творческом процессе. Картина называлась «Опять двойка». Там двоечник советский пришел домой с рюкзаком советским. И на него облокотилась собака радостная. А его сестра чуточку разозлилась, потому что она пионер, хорошо училась. А мама сидела на стуле и грустила. Прогулка по Третьяковской галереи завершилась выступлением всех команд. Хранители музеев оживили картины, постарались передать сюжет, изобразить эмоции героев. Пушкинка устроила детям настоящий творческий праздник. Информацию о мероприятиях и фотоотчеты всегда можно найти в сообществе библиотеки во ВКонтакте. Совсем скоро начнутся мастер-классы по написанию китайских иероглифов. Следите за новостями, чтобы летние каникулы для ваших детей прошли интересно и познавательно. Мероприятие без возрастных ограничений.